Здравствуйте дорогие друзья! Вы на канале Вкусно Дома и сегодня у меня шифоновый ванильный бисквит. Вот так он выглядит. Он довольно высокий, пышный, мягкий и в меру влажный, так что пропитывать его не надо. Количество ингредиентов, которые я буду использовать, я обязательно укажу в описании под видео. Также там будут все параметры бисквита, то есть высота, диаметр, вес и еще что хочу сказать. Для его приготовления я использовала домашний разрыхлитель. В конце видео будет небольшой такой кусочек, где я покажу как я делаю домашний разрыхлитель. Это все очень просто, быстро и легко. Надеюсь вам это видео понравится. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео. Если что-то вам вдруг непонятно, пишите мне комментарии. В описании будет ссылочка на мой инстаграм и фейсбук, так что вы тоже можете туда спокойно писать. И я постараюсь максимально на все вопросы ответить. Так что, начинаем! Подготавливаем сухую смесь для бисквитного теста. В подходящую емкость высыпаем 130 грамм муки. Примерно 80 грамм сахара от общего количества. 20 грамм надо оставить. 1,5 чайных ложки разрыхлителя. 1,5 чайных ложки ванильного сахара. Это пол пакетика. И щепотку соли. Хорошенечко все теперь перемешиваем. Вилкой, ложкой, венчиком. Чем вам удобно. Главное, чтобы все сухие ингредиенты хорошо соединились между собой. Дальше разделяем белки от желтков. Желтки перекладываем в миску для взбивания. Сюда добавляю 80 миллилитров молока, 50 миллилитров растительного масла. И перемешиваю все венчиком или миксером до однородного состояния. Переливаем жидкую основу к сухой мучной смеси. Перемешиваем все до гладкого, однородного состояния. Заготовка для шифонового бисквита готова. Переходим к белкам. Переливаем белки в чистую миску. Посуда для взбивания обязательно должна быть обезжиренная. Тоже касается и венчиков. Взбиваем белки сначала на слабых оборотах до появления легкой пены. Дальше понемножку начинаю вводить оставшийся сахар. Как только весь сахар уже будет в белках, увеличиваю скорость на максимум. И взбиваю белки до пышной густой массы. Хорошо взбитые белки не должны вываливаться из миски. Одним из гарантов высокого и пышного бисквита являются хорошо взбитые белки. Так что белки взбиваем очень хорошо. Для удобства я желтковую массу переложила в миску побольше. Теперь добавляю сюда взбитые белки. Уверенными, быстрыми, но в то же время осторожными движениями, вот такими круговыми, соединяю две массы. Тесто должно получиться в меру жидким и в меру густым. Вот средним, да? Как только две массы равномерно соединились, перекладываю тесто в форму. Форму ничем не смазываю, просто простелила на дно пергамент. Выпекать бисквит я буду в разогретой до 160 градусов духовке 40-50 минут. Можно формой немножко постучать о стол, чтобы вышли большие пузыри. Таким образом тесто равномерно распределится в форме и огромные пузыри воздуха выйдут на поверхность. Во время выпекания бисквит поднимается шапочкой, потом эта шапочка немножко осядет. Еще что хочу сказать, что сразу после выпекания бисквит я не достаю из духовки. Даю ему там постоять минут 5-7 при открытой дверце, потом извлекаю бисквит из духовки. И переворачиваем вверх дном, оставляем на решеточке до полного остывания. И уже после того, как бисквит полностью остыл, достаем его из формы. Готовый бисквит получается пористый, мягкий, довольно-таки высокий на это количество ингредиентов. Также он получается в меру сочным, так что его не надо пропитывать. Хочу сказать, что режется такой бисквит бесподобно. Видно, что бисквит получается очень пористый. И вот бонус, который обещала. Разрыхлитель в домашних условиях. Обязательно понадобятся граммовые веса. Итак, берем мисочку, ставим на веса, обнуляем тару и насыпаем туда 48 грамм кукурузного крахмала. Снова обнуляем тару и добавляем 20 грамм соды. Опять обнуляем тару и добавляем 12 грамм лимонной кислоты. Хорошенечко все венчиком перемешиваем. Но вот структура смеси получается неоднородной, так как крупинки лимонной кислоты слишком ощутимы. А нам надо добиться однородной массы, так как в покупном разрыхлителе, да, там масса пудровая, она однородная. Что делаем дальше? Берем эту всю смесь и отправляем либо в блендер, либо в кофемолку. И измельчаем все до нужного состояния. Готовый разрыхлитель сохраняем в плотно закрытой баночке. Использовать его можно сразу. Из этого количества ингредиентов получается 80 грамм разрыхлителя. Этого количества разрыхлителя хватит на 7-8 порций. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...